В изобретариуме 2.0 закрылась летняя смена. На днях ученики направлений искусства и дизайн, мультипликации и фотографии представили свои работы. Большая интерактивная инсталляция, здесь ее назвали орбитальной станцией, объединила 15 творческих проектов под общей темой «Космос». Каждое лето изобретариум собирает лагерь из детей совершенно разных. Три недели они прокачивают какую-то тему. Сначала у нас были архитектурные темы, нам давали старинную улицу, и мы ее облагораживали. Потом у нас был проект, мы облагораживали площадь перед изобретариумом, самым главным заведением, которое на площади находится. А в этот раз мы занимаемся здесь, внутри, и как бы манифест этого «Космос, космос внутри нас тоже». И мы прокачали тему «Космос» со всех сторон. Домашний планетарий, модель Солнечной системы своими руками и летающая тарелка. Рядом квест про легендарного конструктора Владимира Челомея. Можно узнать, каким видом спорта он занимался и каким музыкальным инструментом владел. Юные мультипликаторы сняли короткометражки про белку и стрелку и космический завтрак, а фотографы сами стали созвездиями. Съемка была сделана с помощью квадрокоптера. Локация была выбрана, это поле-площадка за ДК «Мир». Дети делали круглые белые шаблоны, были распечатаны созвездия. Мы выстраивались за счет того, что смотрели именно сверху. Самое простое узнаваемое созвездие – это малая медведица и созвездие зайца. Его очень легко угадать, если с этой точки вы пройдете две линии, увидите его ушки. В финале праздника модный показ и тоже на космическую тему. Например, Рита Яшкова представила себя в образе яркой местной жительницы из какого-то фантастического марсианского городка. Я этот костюм делала очень долго. Сначала я сделала шляпу такую, потом я ее меняла. И много раз все приходило в голову, очень много идей. Но все-таки уже в последнюю неделю я решила, что сделаю веер свой и окрашу его, и получится очень красиво на голове. Это хоть удержится и не очень удобно, но это зато красиво. Для изобретариума 2.0 эта летняя смена уже третья по счету. В этом году она объединила 15 ребят в возрасте 9-10 лет. С ними занимались 6 педагогов. Напомним, Реутовский изобретариум – крупнейший детский технопарк в Подмосковье. Его занятия проходят сразу на двух площадках – на Ленина 20А и Строители 11. Сейчас в этом образовательном учреждении регулярно занимаются 1800 ребят. Наталья Григорьева, Сергей Сомов, телеканал ТВ Реутов. Продолжение следует... Продолжение следует...